Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов Мегаобзор.ком В тестах гарнитуры от различных производителей, игровых особенно, пользователи часто просили сделать обзор SteelSeries Siberia. Первая Siberia пришла к нам на тест сегодня, и мы хотим представить этот тест вам. Самую, кстати, первую версию в текстном варианте мы тестировали где-то 2-2,5 года назад. Вы можете посмотреть у нас в архиве. В будущем мы ждем также SteelSeries Siberia Ultra, если не ошибаюсь. Старшая версия у них есть. Ну, а пока давайте попробуем такую. У нас пришла версия Special Edition Green в вариантах от Siberia V2. Кстати, есть целая палитра цветов. Это и белые, и Frost Blue, насколько я не ошибаюсь. Белые с голубой подсветкой, черные, Diablo, Na'Vi игровые. То есть, целая палитра таких вот устройств отличается не только цветом. Стоит конкретно наша модель 3100 рублей. Стоимость за версию с подключением по аналоговому кабелю. Версия такая же с USB кабелем обойдется у нас на 1100 дороже. Где-то примерно 4200-4300. Вот такие у нас наушники. У нас версия, как вы могли заметить, зеленая. То есть, такие вот по габаритам наушники достаточно большие. Но это не стоит забывать. Игровая направленность у данных наушников. Комплектация достаточно скромная. В комплекте только у нас наклейка с логотипом производителя. Есть кабель удлинитель, он сразу здесь у нас установлен. Кабель не ленточный, обычный. То есть, он удлиняет и принимает два сразу кабеля. Отдельный для наушников, отдельный для микрофона. И два кабеля также отдает. То есть, если, например, у вас ноутбук со спаренным подключением, нужно будет купить у нас переходник. Также для телефона также потребуется переходник. Отличается наш версия, как несложно заметить, наличием зеленого пластика. То есть, есть белый, черный, как я говорил, различные варианты. И вот здесь вот вставочка также зелененькая. Наушники выполнены достаточно качественных материалов. И оригинальная у нее форма имеется именно у оголовья. То есть, здесь состоит она из двух частей. Это внутренняя часть на проволочках. То есть, она мягенькая. То есть, не нужно регулировать высоту, как на других моделях. Здесь просто реализована проволочка. Она изгибается. То есть, можно изгибать. Но, естественно, усердствовать не стоит. Я думаю, что проволоку можно отсюда вырвать и сломать. Мне лично не понравилось отсутствие возможности изменения угла чашечек. То есть, они у нас в жестком положении. И если у вас голову не подходит, для вас форма головы какая-то особенная, установить на голову эти наушники, а где точнее, комфортно не получится. То есть, к сожалению, не предусмотрели. Возможно, это связано именно с изменением. Можно менять только в такой плоскости. Наушники проводные. На проводе имеется кабель. Здесь у нас включается микрофон. Есть также регулятор громкости. Амбушюры выполнены из кожзаменителя. Здесь есть специальная вставочка для звукоизоляции. Внутри отличная. Частота воспроизводения динамика. Здесь у нас это мониторные наушники от 18 до 8 тысяч герц. 32 Ом. Это импедант. Чувствительность 112 дБ. То есть, весьма неплохо. По микрофону 38 дБ. И, кстати, здесь он применен достаточно интересно. То есть, в одной из чашечек есть скрытая ниша пенал. То есть, мы просто выдвигаем микрофон. И вот у нас он и здесь есть. Микрофон, естественно, направленный. Слышно достаточно хорошо. То есть, собеседники не жалуются на звук. В плане общения и игр у нас в этом плане неплохо все. То есть, есть решение, которое просто подключается, например, отдельный кабель. То есть, обычно такие наушники, точнее, такой микрофон теряется со временем. Здесь вот удобно. То есть, не потеряется всегда будет с вами. Механизм внушает доверие. То есть, думаю, что сломать его будет проблематично. По версиям также есть отличие. Хотел бы отметить, пока не забыл. Есть у нас, кстати, как и говорил, проводная и USB-версия. В USB-версии есть возможность настройки софта. Нашей версии это нет. И вот эта часть с черными вставочками. Она светится в USB-версии. Здесь подсветки у нас нет. То есть, это также отличие. Стоит ли переплачивать за USB-версию, Если у вас есть хорошая звуковая карта, не стоит. То есть, можно купить USB и получить хороший звук. Если у вас звук только на материнской плате, и вы не готовы удовольствоваться стандартным возможностям, то, возможно, наушники не смогут себя открыть в полной мере. То есть, звуковую карту желательно иметь при подключении к качественной акустике. Думаю, вам да стоит также понимать. Наушники достаточно хорошо оправатывают высокие, средние и низкие частоты, но перевес больше все-таки в сторону низких частот. То есть, в играх будет лучше слышно выстрелы и взрывы своего рода реалистичность в боях. Но вот высокие частоты, например, в диалогах уже на обычном таком среднем, но приемлемом уровне, конечно. SteelSeries Sibiria V2. Лично меня удивить, конечно, не смогла, но наушники при этом отрабатывают свою стоимость в 3000 рублей на все, я думаю, 100%. То есть, серьезной претензии к ним по звуку и качеству исполнения нет. То есть, наушники действительно хорошие. Своего рода роднородные наушники для геймеров, доступные по стоимости. Но ничего примечательного. То есть, просто хорошая гарнитура. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Всем спасибо и пока-пока! Продолжение следует...